Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С парнем поругались, ты какое-то время пропал, теперь снова объявился, хочет близости. Когда спросила, что между нами, слил тему, как понять, что ему нужен только секс? Вот такой коротенький вопрос, казалось бы. Вот, но я хотел бы здесь обратить внимание на один важный аспект, на мой взгляд, действительно важный, вот, потому что весьма часто, весьма часто возникают, такие ситуации, вот, и мне кажется, вполне уместным говорить о том, что проблема, основная проблема заключается конкретно в том, как на основе чего люди выстраивают свою взаимодействие. То есть, очень легко встретить встретить какого-нибудь человека ну вот с какой-нибудь опять же системой 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 ценностей вот начать с ним общаться а потом предъявлять ему за то, что он хочет только секс. Тут вопрос, мне кажется, заключается в том вообще эм что между мной и э человеком вообще есть общего то есть кроме кроме секса например есть ли что-то еще да э какого качества э я к примеру какого качества я выстраиваю взаимодействие с людьми какого качества э эти взаимоотношения что в них э присутствуют э только ну только секс например да что в них присутствует только интимная сторона взаимоотношения вот то есть это такой очень важный момент на который хочется обратить внимание и когда мы говорим что вот парень э там и мы хочет там только вот чего-то одного да там допустим э парень там э ну условно да э сливает вот э э как ну как пишет в данном случае человек сливает э тему да вот всегда нужно помнить о том какого качества отношения мы выстраиваем по поводу чего мы выстраиваем взаимодействие э с людьми что мы делаем с центральной темой в отношениях ведь э э тот факт что человек э ну вот интересуется скажем так э э только интимным только ну только интимным да вот например говорит о чем э ну вот в первую очередь в первую очередь нам о чем это говорит э для нас в первую очередь это свидетельствует о том э что э э нет ну нет других э э вза взаимодействий нет других э скажем так точек соприкосновения между людьми и что это что это как не проблема понимаете поэтому поэтому я бы конечно вот э э э э э в первую очередь наверное обратил бы внимание на это факт очень важный факт и очень очень важный факт и очень очень важный и очень серьезный факт и когда мы смотрим на то допустим э на каких основаниях э выстраиваются взаимодействия э взаимодействия людьми о чем люди говорят что их объединяет э вот что людей связывают то мы то мы 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 можем увидеть э сразу о чем идет речь мы можем понять чего э нам от таких отношений ожидать я имею ввиду что если мы выстраиваем отношения где присутствуют условно говоря только гендерные восприятия да если мы выстраиваем такое взаимодействие где э присутствуют только отношения между мужчиной и женщиной где нет личностного взаимодействия где нет такого знаете ну может быть это места прозвучить немножко пафосно но где нет места для человека где нет места для размещения человеческого контакта вот я бы сказал что мы получаем в итоге такой момент согласитесь есть о чем подумать поэтому поэтому вопрос мне кажется даже некорректно в этом смысле мне кажется что уместнее задать вопрос именно так какого рода отношения я выстраиваюсь с мужчинами как я веду себя с мужчинами на что я обращаю внимание и все сразу станет понят при этом на всякий случай предупреждаю что речь идет не о сексе не нужно обращать внимание на секс чтобы мужчина думал только о сексе на этом все буду благодарен за обратную связь позволит вам начать на собой работу желаю вам всего самого доброго и удачи обращайтесь